Всем хай Селена, с вами Макин, канал Компьютерная помощь и сегодня у нас в главном роли 1С версии 7.7 и база данных. Настройка базы данных кодовой страницы и базы данных по локальной сети. Здесь есть тонкие нюансы, фишки и из этого мы будем рассматривать эти тонкие фишки, нюансы в этом видео уроке. Для начала давайте я вам продемонстрирую, допустим у меня уже установлена 1С, в архиве на всяком случае я вам подкинул саму версию установочных файлов 1С, setup может установить и сам файл .rt.noe.chk.rm. Далее вы узнаете для чего нужен этот файл, я вам дальше потом расскажу. То есть первым делом давайте я продемонстрирую код ошибки. Порядок сортировки установлены для базы данных отличаются от системного. Бывает иногда вы переустанавливаете операционную систему и отображается вот такая ошибка. Чтобы у вас не было паники, это все очень решается очень просто. Нажимаем ok, правой кнопкой мыши, расположение файла, находим путь к 1С. Обычно есть у вас установочная версия, он лежит в папке программ файлов 1С и бин. Туда мы скачиваем ранее архива. Кстати пока не забыл, ссылку на архив вы знаете я оставлю под комментарием, он будет всегда внизу. То есть если файлы видео в моем видео, если участвуют какие-то файлы, они всегда закреплены на видео получается. Ссылка внизу будет. Так, нажимаем продолжить и копируем сюда наш файл. Почему мы это сделали? Чтобы он не запрашивал кодовую страницу. Чтобы он не говорил отличается от установленных. Так далее мы закрываем, запускаем. информационную базу. Если опять так же мы видим порядок с раттеревкой установлен для базы данных, отличается от системного, то мы идем другим путем. Заходим в конфигуратор, нажимаем ok. Так, закрыть администрирование, кодовая страница таблицы IB. Здесь мы ставим на текущую системную установку и нажимаем ok. Да. Ожидаем некоторое время пока исправить текущую кодовую страницу. Вот, ок, замечательно. Все у нас справился, нажимаем ok. Теперь мы закрываем саму 1С и запускаем заново 1С. Попробуем запустить саму базу данных. Так, открываем. Отлично. Как видим, у нас все запустился. Так, далее. Мы закрыли 1С и у вас точно так же может, если у вас 1С версия 7.7 работает по системе, он может писать точно такую же ошибку. Порядок с раттеровкой базы данных отличается от текущего. То тогда вы точно так же закидываете этот файл. Я не знаю, как оно правильно читается, просто копируем этот файл по сети, где установлена ваш 1С, то есть на сетевой компьютер, чтобы он у вас не запрашивал. На моем опыте было такое. Я исправлял через конфигуратор кодовую страницу, но все равно писал, то есть отличается от системного. То есть на одном компьютере исправить появляется на другом ошибка, на одном исправить появляется на другом ошибка. Чтобы такого не было гуликов, вы просто где установленный файл, то есть где установленный файл 1С в папке bin, либо, может быть, на д-диске, вы просто копируете вот этот файл, noord.chk, чтобы он у вас отключил эту функцию, получается. И у вас все будет открываться корректно, даже по сети. Вот в чем фишка. На этом у меня все, друзья. Очередной видеоурок, посвященный теме 1С. Поддержите меня, пожалуйста, своими лайками. Пишите свои комментарии. Буду рад каждому обратному связу. Пишите, помогло ли вам реально решить эту задачу данное видео. Если у вас возникли какие-то трудности, вопросы, пишите мне комментарии. Я вам помогу. Чем могу. Всем до свидания, до скорых встреч. С вами был Макин. Всем пока-пока.